Во всем мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Свыше 260 точек на карте нашей страны в годы Второй мировой войны были превращены в места массового уничтожения людей – лаборатории для проведения медицинских экспериментов. Наиболее крупные находились в Минске, Азаричах, Гомеле, Полоцке и Бобруйске. В них были уничтожены почти полтора миллиона человек. Президент установил контроль за формированием цен на лекарства в Беларуси. В течение трех месяцев будет определен перечень препаратов, в отношении которых осуществят регистрацию стоимости. Кроме того, правительство проработает механизм установления предельных цен. Это позволит сделать медикаменты более доступными. В Беларуси засеяли более четверти полей. Из-за холода, подтоплений и переувлажнения почвы компания по регионам идет неравномерно. В лидерах Брестская область. Выполнено более 70% работ. А вот Витягской только готовятся приступить к севу. Для того, чтобы наверстать упущенные, аграрии будут работать в несколько смен. План – собрать не менее 9 миллионов тонн зерна. В регионе особое внимание уделяется развитию социальной сферы. В этом году планируют сделать капитальный ремонт 21-й школы, построить два детских сада по 240 мест в Могилеве и Бобруйске. Начнется реконструкция и возведение ряда медучреждений в Кричеве, Черикове, Хотимске, Шклове, Быхове и в городе-на-Березине. Плюс возведут более 300 тысяч квадратных метров жилья и отремонтируют 166 километров дорог. В Могилевской области набирает обороты студотрядовское движение. В этом году планируют трудоустроить порядка 5000 юношей и девушек. Многие ребята отправятся работать на строительные объекты в Россию и в пионерский лагерь «Морская волна» в Краснодарском крае. Это хорошая возможность не только приобрести новые профессиональные навыки, но и заработать. Продолжение следует...